Я когда ездил на работу или пешком приходил, по центру гулял, мне все время казалось, и потом это переросло в уверенность, что с проспекта Красной Армии должно быть в первую очередь видно храм Петра и Павла. Он такой красивый, так удачно расположен, но он совсем не виден. И потом в процессе уже проработки этой идеи все-таки было принято решение сделать здесь большую пешеходную зону, но она здесь просилась, это абсолютнейший факт. Да, потом уже мы пошли дальше, расширили этот проект, первую ударную армию в части до Тройцерговой Лавры отремонтировали, снесли в ужасного вида барак, который там стоял. Ну, в общем и целом привели это все в порядок, и Лавра открылась нам с той стороны, вот вице-бульвара, которую лет, наверное, сто, я думаю, никто не видел. Работы по благоустройству выполнили буквально за месяц, и теперь гулять по городским улицам не только интересно, но и приятно. Авторы проекта позаботились о том, чтобы во время такого похода можно было остановиться, перевести дух и сфотографироваться. Благодаря проектировке с проспекта Красной Армии до улицы Первой Ударной Армии можно добраться по комфортной прогулочной зоне. Нам надо развивать это место, нам необходимо, я об этом часто говорю, исполнительной власти, необходимо насыщать его точками притяжения, какие-то кафе, то есть вещи, которые могут там человека затормозить на какое-то время. Просто было, не очень просто, любое новое дело, оно идет непросто, но мы были уверены, что это правильно, и поэтому все у нас получилось. Сегодня это любимое место гаража. Большая туристическая тропа начинается у железнодорожного вокзала, проходит под стенами троицы Сергиевой Лавры, мимо старейших церквей и музея игрушки. Одним из самых интересных отрезков и по сей день является пешеходная зона, дорога к храму. В планах уже имеются наброски по благоустройству дальнейших территорий Сергиево-Посадского городского округа. Что касается перспектив, они большие, они все касаются развития того, что мы уже начинали делать, вернее не развитие, а продолжение. Если говорить о Келарской набережной, то лево-напрудное у нас сделано, право-напрудное, то есть все кольцо вокруг Келарки должно замкнуться в едином стиле благоустройства. Над этим мы сейчас работаем, проектирование идет. Это большой проект, но замыкать все кольцо набережной вокруг Келарки, конечно, надо. Более того, мы думаем над тем, как перевести в порядок фасады всех домов на право-напрудный и лево-напрудный, для того, чтобы и визуально это все соответствовало той идее исторической части города, которую мы делаем. Также мы сейчас работаем над проектированием второй части дороги на пешеходной зоны на Загорское озеро. Мы остановились все время до улицы Больничной, Банный пруд. Тоже, кстати, очень и очень получилась неплохая зона отдыха, особенно учитывая ту помойку, которая там была, и болото. Сейчас это, конечно, шикарное место, и очень много там людей гуляет. Но оно будет намного удобнее и нужнее, если оно продлится до Загорского озера. И мы это сделаем, мы планировали это сделать. Это, конечно, не очень просто, там рельеф такой сложный, но и это не очень дешево. Но нас правительство региональное поддерживает. Мы ведем проектирование, я думаю, что буквально там в горизонте одного-двух-трех лет мы эту работу сделаем. Сейчас идет реконструкция бульвара Кузнецова. Это федеральные средства плюс региональные средства. Большой проект. Бульвар Кузнецова изменится кардинально. Он станет из обычного, заштатного бульвара провинциального городского. Это будет мощнейшее и одно из самых благоустроенных мест города с таким мощным притяжением. Вокруг много живет граждан. И я уверен, что это место будет пользоваться большой популярностью, да и вообще для горожан. Андрей Ковылов, Наталья Зайцева, Алексей Петров. День города.